Дорогие миротворцы, от лица всех юнормейцев, от Самарской области и от всей России выражаю вам огромную поддержку. Желаем здоровья в это непростое время для всего мира и пожелать успехов в службе. Мы верим в вас, мы ждем вас домой. Елизавета Кораблина в юнормии уже третий год. Марширует, стреляет, участвует в патриотических акциях и чувствует себя прекрасно. Говорит, приятно рушить стереотип, что не женское это дело. Вместе с товарищами и военным комиссариатом промышленного района ребята запустили новую акцию «Поздравь российского миротворца». Силу духа, воли. Я знаю, что сейчас находятся они в Нагорном Карабахе. И это очень ответственно, это очень важно не только для жителей местных, а не только для нашей области, для России также. Нужно иметь большую силу духа, волю. Первыми к акции подключились учащиеся сотые школы. 15-я миротворческая бригада, военнослужащие которой отправились в Нагорный Карабах, шествует над школьным юнормейским отрядом. И мы очень гордимся тем, что наша бригада находится сейчас с такой замечательной миссией. Елена Монакина преподает детям уже больше полувека. Сегодня урок ответственный. Дети рисуют открытки для миротворцев. Легкими взмахами кисти на белоснежных листах проявляется детская искренняя любовь и поддержка. Это дети мирного времени. Им нет и 18-ти, но ответственную миссию миротворцев понимает каждый. Конечно, сложно. Но в то же время они понимают, они же кино смотрят, они книги читают, связанные с миром. Они желают ребятам, которые служат наши, самарские ребята, находятся в Огурном Карабахе, они желают всем здоровья. Не только нашим самарским, но всем ребятам, которые борются, помогают, являются настоящими миротворцами. Полковник Алексей Вдовин по своему опыту знает, насколько важно солдату получить мирную весточку – поддержку с родной земли. Очень важно, потому что обстановка там, мы знаем, сложная, напряженная. И хочется почувствовать поддержку не только своего командования, родных, близких, но и то, что все жители нашей Родины поддерживают наших и на случай. Письмо или рисунок можно отнести в районный военный комиссариат до 25 декабря. Перед Новым годом специальный военный самолет отправит письма адресатам. Открытки разместят в отдельной палатке. Мария Левина, Сергей Баскин, События.